Ласточные гнезда начинаются отсюда. Они достаточно прочные. Именно Ольга Хапкова после начала демонтажа речного вокзала в социальных сетях сообщила, что сейчас ласточки выхаживают птенцов. И необходимо время, чтобы юная поросль окрепла и покинула гнезда. Горожане инициативу поддержали. Следующим шагом стало письмо к руководству компании-застройщика. Его общественники написали вместе с орнитологом Алексеем Эбелем. Где подчеркивалось, возможно ли совершить приостановку работ на территории речного вокзала с целью сохранения выводка птенцов, ласточки. Нужно сказать, что застройщик очень оперативно откликнулся. Мы не ожидали такого. Оперативно откликнулся и сразу пошел на контакт. И, значит, они выразили желание поработать над этой ситуацией и скорректировать сроки демонтажа здания. А сегодня состоялась личная встреча на Речном, где общественники и представитель компании-застройщика еще раз проговорили схему сохранения популяции птиц. Обсудили такой момент, что в течение недели-двух будет вестись мониторинг вылета птенцов. Эти птенцы вылетят. Ну, тогда будет какое-то соглашение достигнуто, что можно продолжать работу. Если птенцы уже там в некоторых гнездах показывают головки, то это примерно 5-7 дней. Представители научного сообщества уверены, если с демонтажом здания немного повременить, популяцию ласточек на Речном удастся сохранить. Наша строительная компания всегда открыта к диалогу в любых абсолютно вопросах, особенно таких резонансных, особенно с животными. Мы тоже за этим следим. Мы готовы рассмотреть все конструктивные, адекватные предложения от жителей города по любым абсолютно вопросам, поэтому мы всегда открыты к диалогу. Мы как только услышали, мы в первый же момент поняли, что нам надо любым способом сохранить этих ласточек, этих птенцов, для того, чтобы они дальше летали и радовали нас. Правда, ученые настаивают, что после вылета птенцов гнезда ласточек необходимо будет демонтировать, чтобы у птиц не было соблазна туда вернуться. И новую кладку будущих птенцов ласточки уже выхаживали в другом месте. Возможно, совсем рядом, ведь популяция свела гнезда и в районе Нового моста. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.